Привет из прошлого! Скажите мне, пожалуйста, если вас действия какого-то человека, действия, ну не очень нормальные, будут раздражать, вы скажете ему об этом или промолчите, но это будет вас постоянно накручивать? В общем, ситуация. Через участок сосед несколько дней подряд включает очень громко радио, там шансон играет, комедий радио, не важно, может я люблю шансон, я люблю комедий радио, мы это слушаем периодически, да, но орёт это очень-очень громко, слышно через участок. И происходит вот такой вот диссонанс в голове, потому что у нас своё радио играет, у него своё радио играет, ну это, блин, чушь. В общем, если об этом не говорить, будешь много нервничать, это уйдёт внутрь тебя, будешь плохо спать, плохо кушать, плохо в туалет ходить, много чего будет плохо, поэтому я сегодня с утра, когда проснулся, где-то было полдесятого, наверное, и он полдесятого врубил опять на полную радио шансон. Не знаю, почему никто ему об этом не говорит, он, видимо, считает, что это нормально. И я пошёл, подошёл и сказал ему совершенно обычным голосом, по-доброму, говорю, здравствуйте, можно вас попросить либо приёмник отвернуть от нас, либо сделать чуть-чуть потише. Он сказал, принято. Я ушёл за водой. И что вы думаете? С тех пор тишина. Вообще он радио не включает. Но самое-самое, что меня гложет и почему я опишу это видео в следующем. Я копался в саду, и соседка завела газонокосилку. Ну, это было где-то там, я не знаю, полодиннадцати или, может, в одиннадцать. Да, наверное, в одиннадцать. Совершенно нормальное дело. Я против газонокосилок ничего не имею. Сам кашу и всё остальное. И в процессе, когда она прервалась, услышал следующий разговор. Этот товарищ, которого я попросил делать радио потише, говорит соседке, сейчас, говорит, ты тоже получишь. Я уже с утра получил. Это ж надо переначать мою просьбу, как что-то агрессивное. Дошло до того, что он вот так это всё переначал, и радио он не включал до вечера. Ну, я так полагаю, он сегодня просто и не будет его включать, это радио. И, блин, меня это гложет, что он выставил меня перед другими как злодеем какого-то. Хотя пусть боится. Может, это и к лучшему. Пусть боится. Как вы считаете, правильно я сделал или неправильно? Не надо было ему делать замечания и сидеть, и держать это всё в себе и возмущаться. Ведь, послушайте, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это же справедливо. Напишите в комментариях, мне очень интересно. Не могу успокоиться, у меня прям губль-жикар. Больше то, что вот как он это перевернул в своём сознании. Негодяй. На этом всё. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok